Итак, многие знают Орион, точнее, где он находится. Советская упирается в вокзальную, точнее, там и есть начало. Далее в сторону хладокомбината и направо. Но, уважаемые мои, рано или поздно вы себе задаете вопрос о хобби. Так вот, сегодняшнее ваше хобби или пристрастие для всех с Орионом. Почему я приехал сюда? По одной простой причине. Мы очень часто показываем все это про магазин Орион. Да, это территория игрушек. Но, по сути, события. Здесь же не только игрушки для ваших детей. Здесь есть кое-что еще и для взрослых. Потому что, ну, представляете, сидите где-то с компьютером или еще что-то. Хотелось бы размяться, а как? И вот вы начинаете думать. Мой вам совет прийти сюда. Да, дорогие мои, таких вещей здесь много. Как бы мне этого не хотелось, но... Мы же говорим про взрослых мальчиков, да, мальчиков, девочек в том числе. Взрослые, мальчики и девочки тоже могут сюда прийти. Вообще здесь никаких проблем нет для вас, естественно. Не так часто и не у всех есть часы. Хотя часы – вещь необходимая. Поверьте мне, лазить на телефоны и смотреть время – это, ну, не совсем правильно. Вот взяли себе такие часики, и хорошо. К слову о... В смысле ценах на эти часы. Вот здесь эти часы, они очень классные, разные, естественные. И здесь абсолютно правильные цены, которые есть везде. Залезьте в AliExpress и посмотрите, что обыкновенные кварцевые часы, ну, не стоят дороже 250 рублей. Ну, не стоят они. Вот здесь они того и стоят. Кроме всего, есть и такие китайские... Infinity Cube. То есть они разбираются, а вот сможете ли это собрать, я еще подумаю. Еще одна весьма очень интересная тема. Я, конечно, сомневаюсь, что вы сможете летать так, как это делаем мы. Потому что, ну, в авиамодельном кружке я занимался с 1984 года. А летать я начал примерно 10 лет назад. Наконец-то научился. Благодаря Китаю, естественно. Но вы это сможете сделать? Ну, не знаю. Если сильно захотите, пожалуйста, я вам буду все дело объяснить и показать. И научить, естественно. Вот. А если нет? Вот эта штука под названием Flying Ball, она летает над вашей рукой. Вы ее запускаете и рукой. Потому что на руке у нас есть что? Рука. Что такое часть тела? У любой части тела есть тепло. Так вот, подпрыгиваете, налетает. Круто. А то. Это можно сделать в любое время. Ну, допустим. Захотели покурить? А если не получается, вы покушали хорошо. А если еще время осталось, то тоже можно развлечься. И так, вот что в моих руках. В моих руках такая интересная штука. И эту штуку вы видели везде. Везде, господа мои. Каждый человек, ну, старше 18 лет, уже имеют свою карточку, естественно. Каждый человек, старше 18 лет, заходит за этой карточкой в банк. Каждый человек, старше 18 лет, видит такие трубочки у них. Навороченные. И каждый человек, старше 18 лет, видит такая штука. А вот прилетает и опускается. Так вот, каждый человек, старше 18 лет, может это сделать, естественно, дома и легко. В принципе, это можно сделать и на работе. Вот такую штуку купили. К слову, к слову. Это, конечно, штука интересная. Очень даже. Но в отличие от этой замечательной штуки, то есть мы о чем будем говорить? О том, что вы заводите, механизм запускаете, и он туда скажет. О, красиво, супер. Ну да, нормально. К слову, это же не просто так и здесь делается. Вы здесь же можете купить дополнительные приспособы. Представляете? Целиком по всей квартире проложили и смотрите, как она рассекает. Она еще и светится. Ох, крутизна. Очень тема-то крутая. Да. Да, да, да. К сожалению, в моем детстве этого не было. И я так понимаю, что, ну, из поколения тех, кому сейчас за 40, вот скейтов вообще, по сути, не было. Хотя они начали появляться. И в 86-м году я желал не прокатиться. Дело было как раз при Балтике, санаторий Кемери. Ох, крутизна была. Юрбовая. Дали мне попробовать прокатиться. Я попытался прокатиться, но потом, когда я приехал в Магнитогорск, я понял, что, извините, а где скейт-то возьмем в городе? Эти ножки просто не было физически. Сегодня сейчас скейты есть. Сегодня сейчас мы говорим, что у нас что-то начало затекать. Вот посмотрите на меня. Я очень дома хорошо покушал и куда-то вылазил. Я пытаюсь его на место затянуть. Представляете? А может быть, это и не получится. Но если я вот на эту штуку снял, вы понимаете, есть маленькие, вот тут разные. Ну, такие, это, конечно, не для вас. Для нас, для больших. Во! То, что доктор прописал. Спокойненько так встаем, ровненько так. Телка большое, естественно. И начинаем вот так рассекать. Нормальное местечко такое. Да и место-то, где это все дело вы можете купить хорошее. Помните магазин на Револю? Мы про него сегодня рассказывали. И рассказывали, и показывали. Вот. Замечательные скейты. Вот. Здесь вы можете их для себя купить. Ну, так вот. А куда мы дали это? Мы пришли к тому месту, где продаются велосипеды. Да, велосипедов здесь много. И они, естественно, для детей. Но, по сути событий, дети в каком возрасте они становятся практически похожими на вас? Ну, я так полагаю, что лет 12, может быть, 14. Сейчас дети такие взрослые, большие, естественно. И взрослые и большие дети это точно такие же дети, как и вы стали в определенном возрасте. Теперь возникает вопрос. Потому что дети же тоже большие становятся, да? И для больших детей здесь тоже есть замечательные игрушки. Ну, давайте вспомним. Про велосипеды, про которые я и говорю. То есть мы говорим, что в городе Магнитогорске очень много велосипедов. Разных, да. И есть очень дорогие велосипеды стоимостью от 15 до 20 тысяч рублей. Просто возникает вопрос. Если у вас небольшая зарплата, как вы можете себе такую структуру-то и купить? Поэтому я вам говорю, что гораздо проще приехать в магазин Орион. И здесь себе купить замечательный велосипед. Вот такой, 6 тысяч с половиной. То есть он небольшой, мало того, он очень хорошо складывается. И вы сложный велосипед можете разместить везде, где угодно. То есть вы можете ее в квартиру приподнять, вы можете ее в машину положить. Никаких проблем нет. Кроме всего прочего, вы же не только можете на нем ездить, вы и сами можете на нем ездить замечательным образом. К слову о том, что город Магнитогорск, он очень красивый, маленький. Он мне больше всего на свете нравится. Потому что из конца города в другой конец я на машине могу проехать, ну, с 12 минут. К слову, можно за 3 часа город пройти или не торопясь за 40 минут его проехать. Я сейчас вам все это дело продемонстрирую, а вы просто зададите вопрос. Я просто продемонстрирую. Смотрите, продемонстрирую просто. Еще раз продемонстрирую просто. Вот представляете, да? Год 1984, когда в первый раз в Россию, в смысле в СССР, привезли к Хубик Рубика. Все им хотелось его собрать. Вы должны понять, что в России тогда, в смысле в СССР, Кубик Рубика, это еще надо было поискать, где вы его смогли бы найти. К сожалению, у меня это дело не получилось. Есть люди, у которых это дело получилось. И они очень быстро это дело все собирают. Неплохо, неплохо. Однозначно неплохо. И вот для этих людей я вам предлагаю вот эту штуку собрать. То есть у вас же есть время, на комбинате, ну или везде на работе. Вот она вот такая вроде, красивая, да? Но когда она разбирается, она становится вот такой. Попробуйте собрать ее обратно. Так, договорились. Ну, маленький кубик Рубика это для вас естественно. вы это все дело умеете делать. Ну вот, большой тоже может быть. Я его уже убрал, естественно. Да. Ну, не в том все дело. Проходите, пожалуйста. Ни в проблем не знаю. Нарок заходит, это очень хорошо. Сможете ли вы вот эту штуку собрать? Я не знаю. Так. Это в принципе достаточно просто должно быть. Разбирается, делается. Я думаю, что смогут любую сделать. Если получится. Теперь другой вопрос для всех. Вот, 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 вот. Так. Здесь получается 4. Но, господа мои, кто это делать умеет, да? Ну, если есть такие специалисты, то это песня. Так, хорошо, договорились. 5. Сможете это сделать? Ну, давайте, давайте. Так. Сейчас посчитаю, сколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. Попробуйте. Попробуйте, господа мои. А если не получится, тогда равняйтесь на меня. Но в любом случае надо что-то делать. И это для кого? Это для тех, кто понимает, что в магазине Орион, конечно, товары для детей есть. Но и с некоторыми вопросами взрослые могут столкнуться. Когда-то я был мелким товарищем, ну, совсем мелким товарищем, занимался стендовым моделизором. Это было круто, красиво, естественно. То есть мы потихонечку, потихонечку все это дело делали. Естественно. Сегодня, сейчас, да и в принципе у каждого, если у вас есть ребенок, он вам говорит, папа, мама, давайте зайдем. Я не знаю куда, но в магазине Орион мне нравится больше, по одной причине. Вы посмотрите, если где-то сравните, и скажете, что там есть дешевле, ну, вперед, без них. А если нет, то тогда сюда. Так что это ваша проблема, естественно. Я тут ничего не говорю, но закон о рекламе, естественно. Вот мы просто показываем сюжеты. Да, к слову о том, сегодня, сейчас мой сын тоже начинает заниматься и собирает лего. Но в отличие от моего сына, он нехиленно много лет, естественно, все собрать он не может. Другого варианта и нет. Другой вариант включает в себя папу. Папа, быстренько собери. Так вот, все папы, и все мамы, и все бабушки, и все дедушки, и все старшие братья, которым свыше 25 лет, а у вас, если есть маленький ребеночек, и он это хочет сделать, я все-таки вам советую прийти сюда. Даже если это бизнес, даже если это работа. В любом случае, есть же время, чтобы что-то пособирать. Почему? Кстати, о том, что вы, в принципе, можете и сами все это дело собрать, но здесь такой ассортимент, он, естественно, увеличивается. И вы никогда все это дело не сделаете. По одной простой причине. Лет пять мы уже с ними работаем, и я вижу, что постоянно новое, 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 новое и новое. Да. То бишь, вы это сами сможете сделать. Я вам серьезно говорю, вот хотите вот такую штуку попробовать сделать, а хотите другие штуки попробуйте сделать. Особенно интересно количество запасных частей. Вот если там свыше тысячи, это я еще подумаю, сколько вы будете собирать. То есть тысяча запасных частей я собираю примерно два-три дня. То есть нормальный, да? При этом два-три дня, это не два-три дня по часу. Это два-три дня по семь. Ну, по шесть. Ну, может быть, по пять часов. Меньше не получается. Так что тем это тоже интересно. Как сюда заехать, нельзя себе лего. Ну, здесь нет, очень круто. Когда пришли и показали, я это сам собрал. Так вот, реально. А вот здесь ничего для нас не нужно. Потому что это подразделение смысла. Целиком огромное место. Так вот, оно рассчитано для девочек. Я как-то посмотрел здесь. Была такая замечательная кукла. Просто красивая. Ну, реально красивая. К сожалению, ее уже нет. Но мы о чем-то будем говорить. О том, что магазин «Арион» не стоит на месте. Он постоянно двигается вперед. Как я вам уже неоднократно говорил. То есть вы сюда можете прийти каждый... Ну, практически каждую неделю. Потому что постоянно идет обновление. То есть они не сидят, ничего не делают. То есть есть количество товаров. Классных товаров. Представляете? И вы это дело можете купить своего ребенка, девочке, естественно. Или мальчику. Да без разницы кому. Может и для себя кучу взять. Поверьте мне. Это место красивое. И оно работает для вас. Как мы вам говорили, цены здесь абсолютно нормальные. И абсолютно не кусающиеся. И в принципе вы можете любой товар здесь купить 20 рублей. Никаких проблем я бы видела, что и не вижу. А то, человеки взрослые, много удовольствия для тех, кто забыл про детство. Поверьте мне, в детстве было круче в разы, чем в жизни. Никто не шпынял. То, что мы открывали, было лучше, чем сейчас. Хотя почему нет? В большинстве случаев взрослый, это и есть ребенок. Я пришел сюда, да? И кое-что себе купил. Пункт номер один. Я себе купил эти вот замечательные части. И они с ними недорогие, абсолютно не стоят. Там 250 рублей. Сколько реально китайские часы стоят? Кроме всего прочего, я еще для ребенка кое-что взял. И по сути событий, то, что мы вам сегодня объяснили, это идеальный вариант для тех, кто хочет немножко развлечься. Потому что я все прекрасно понимаю, что работа может вас полностью удовлетворять. Но в любом случае останется какое-нибудь небольшое время для вашего удовольствия на своей работе. Мм? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!